Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня у меня для вас хорошие новости в мире моды. Сегодня в торговом центре Atrium сам Тимати презентовал свою новую коллекцию, которая называется Day and Night. Итак, посмотрим, что же он нам сегодня предложит. Тима, здравствуй. В первую очередь расскажи, пожалуйста, что вдохновило на создание новой коллекции? Как бы тенденции идут вперед. Прошлый сезон уходит, наступает новый сезон. Если у нас была как-то зима-весна, то сейчас уже наступило лето, жара. Вот сейчас это уже непосредственно летняя коллекция, которую мы выпустили, вдохновила. Отчасти какие-то элементы Прованса, материалы, которые я видел в Америке. У нас очень много понятных, адекватных вещей для людей, для повседневной носки вот в таких жарких условиях. Легкие майки, сделанные из вафельки, вот как здесь вот. Такой вафельный материал. Черепушки, потом платья, все замечательные, в которых вообще не жарко летом, вот такие. Поэтому вдохновение отовсюду черпается. Тут еще помимо вдохновения приходится все время думать про комфорт. Насколько комфортно и понятно и адекватно это будет для людей. И насколько им удобно будет в этом ходить, в эту погоду. Поэтому в первую очередь качество материала. Где производится одежда? Мы делаем все made in Russia. Мы не загружаем китайское производство и так далее. Поддерживаем отечественного производителя. Пока у нас неплохо получается, достаточно качественно. Контроль качества высокий. Все сделано здесь. Даже я больше скажу made in Moscow. Замечательно. Всегда приятно слышать такие слова. Скажи, а ты думаешь об экспорте в Европу своего бренда? Да, вполне возможно. Сейчас мы над этим активно работаем. Сейчас до конца закончим развитие нашей сети. То есть это первый стендап-корнер в Атриуме. Также еще пять откроются в ближайшие три месяца по Москве. Потом мы сейчас подписываем контракты большие по регионам. То есть как только у нас будет большая региональная сетка из там 100 магазинов, мы зафиксируемся и будем думать о продвижении бренда в Европе. Мы тебе хотим пожелать удачи. Скажи, ты сегодня всех уже одел? Много желающих было? Было много желающих, но, наверное, на всех у нас одежды сегодня не хватит. Но частично одел пару девчат, даже одевал лично и был личным их стилистом. И замечательно получилось, они ушли очень довольны. Еще бы. И можно немножечко узнать о твоих будущих творческих планах? Какие новые проекты готовятся, помимо выпуска новой коллекции? У меня сейчас трек «Ремикс DJ Antoine «Welcome to Saint-Tropez»» занимает первые места в Европе. Мы номер один в дэнс-чартах во Франции, в Англии, в Швейцарии, в Швеции, в Польше. То есть сейчас уже активно вышли в Европу. Это первый, наверное, такой некоторый мини-промо-сингл моего альбома. Моя европейско-американская версия, которая выходит в сентябре. Поэтому основной приоритет это в сентябре выход мировой версии альбома и дальше запись нового альбома. Скажи, а вот в Москве прошел слух, что ты хочешь открыть новый какой-то клуб. Это правда? Мы думаем об этом, но я не знаю, пока не определился с форматом. Скорее, скорее, это будет бар. Денис, привет. Скажи, пожалуйста, ты участвовал в создании новой коллекции, Тимас? Нет, не участвовал, потому что я стану сейчас своим творчеством. Но то, что делает Тим, его идеи в одежде, в коллекциях, мне очень нравится. Новая коллекция Day and Night. Да, это новая летняя коллекция Black Star. Покажись, покажи. Скажи, а не думал свою коллекцию одежды выпустить? Ну, все, почему свое время, почему нет? Потому что я говорю, сейчас у меня самая главная цель, это моя музыка, мой альбом, который я пишу сейчас. Пока я занят этим. Твой альбом это новый проект. А какие-то готовятся еще проекты от тебя? Нет, пока только творчество, пока музыка, песни, треки новые, клипы. Пока только на этом хорошее суда. Спасибо большое.